Без скопления людей и на протяжении целой недели, заботой о безопасности каждого жителя, стартовал третий день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Тут все продумано до мелочей. Отдельный вход и выход. А где-то даже играет музыка. Это учебное заведение у нас, училище Олимпийского резерва. Мы тут всегда стараемся организовать на высоком уровне. И у нас члены участковой комиссии очень грамотные. Я думаю, что мы создаем благоприятные условия для избирателей, чтобы они проголосовали и было хорошее настроение. Отработанный механизм оценила и Галина Саладун. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации также получила свой бюллетень. Хочу отметить, что посещая Климовский район, я наблюдала ситуацию, когда женщине преклонного возраста было предложено проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. Она 1930 года рождения, но изъявила желание прийти на избирательный участок и отдать свой голос именно на избирательном участке. То есть тот патриотизм, та закалка, которая имеется у нашего поколения, мы должны достойно ее сохранить и передать своим детям, правнукам и внукам. Все санитарные нормы соблюдаются и на избирательном участке номер 136. Перед голосованием тут также измеряют температуру и вдают набор средств индивидуальной защиты. Сюда вместе с сыном свой голос пришел отдать Ирей Павел Аксюхин. Сам захотел поприсутствовать, посмотреть, как совершается голосование и, наверное, тоже волнуется за свое будущее все-таки. С ответами на каждый вопрос сразу несколько информационных стендов на избирательном участке номер 96. Проголосовать по изменениям в Конституцию сюда пришел депутат Брянского городского совета народных депутатов Василий Игрунев. Я нацелен на такие поправки. Это, во-первых, исторические наши ценности нашего государства, которые наши предки заслужили. Великие поправки – это социальные, которые будут с этими поправками жить наше общество. Мария Селивестрова, Игорь Винничук. События. Брянск.